Привет! И снова осень. Листья на деревьях пожелтили и скоро осыпятся, а осень в этом году выдалась довольно теплая, по крайней мере ее первая половина. В надежде найти что-то еще, я вернулся в дом из прошлого выпуска и не ошибся. И оказалось, что пропустила я там одну очень интересную вещь. Это старинные счеты, которым, по предположению, более 100 лет. А еще в сундуке лежало вот такое старое радио. А также по просьбам я снимаю вот этот шкафчик-этажерку, нижнюю часть от небольшой горки буфета. Привет, друзья. У кого как начинается утро? У меня заброшки. Хорошее местечко. Очень старинный дом. Сегодня речь пойдет о месте, в котором не столько важны находки, сколько происходящие события. Встречая местного жителя, выяснилось, что в этой деревне некогда было 120 дворов, из которых жил их всего 12. Остальные разрушаются и погибают. В этой деревне держали поросят. Это было основное хозяйство и домоводчество. Спускаясь по горке вниз, я надеялся найти дома, которые наметил в навигаторе. Но произошло то, чего я вообще не ожидал и не мог даже предполагать. В начале заросшей улицы, по которой никто не ходит, я услышал дикий крик усей, а дальше меня ждало это. Дили-ди-ли-ли-бом, закрой глаза скорей. Здоров, чё, как делишь? Не печеньку гони! Не печеньки? Ну что ж, братва, иди сюда, сейчас будем отжимать у него еду! Чё? Спускаясь под горку, я обратил внимание, что неподалёку в кустах роги стоит большое количество баранов и овец, мирно пасущихся и покусывая опавшие яблоки. Я подумал, что... да ну, ничего не случится, если я пройду им просто мимо, и они не отбегут же за мной. Но я ошибался. На сей раз слова не остались словами, и всей толпой овцы с баранами ломанулись ко мне. Будет, конечно, всё это весело и смешно, но в тот момент мне было совершенно неприкольно. Огромное стадо баранов, более 50 штук, ломануло за мной. Я так испугался, что даже забыл про съёмку. Ну как снимать, если за тобой гонится огромное полчища баранов? Рассказав всю эту историю местному жителю, он только посмеялся и сказал, «Да они, наверное, печенька у тебя просили, а ты мне дал». «Какая печенька? Это ту, которую я на завтрак ел?» В тот момент было полное ощущение, что бараны сейчас добегут до меня, затопчут копытами и забодают рогами. И тем не менее, когда поднялся на горку, пытаясь от них спастись, они ринулись вокруг горы, в надежде меня застать уже сверху. Но я ломанулся сквозь бурьян, крапиву, накололся, поранился, но тем не менее остался жив, а бараны остались там, в лесной глуши. Субтитры создавал DimaTorzok Атмосфера этих мест просто непередаваема. Нигде более ты не испытываешь этих чувств. А в ящике неподалеку стоял вот такой старинный керосиновый железнодорожный фонарь. И снова нет прохода на чердак, поэтому кадры оттуда сделать не получится. А вот такой маленький родничок я обнаружил прямо на дороге. Возможно, через сто лет здесь будет большая речка. Но есть такие дома, в которых, кроме пола с потолком, ничего и не осталось. Стоит эта тибитка и скоро рухнет. Заболочный пруд. Вероятно, некогда здесь стирали белье, хотели купаться и плавали на лодках, но теперь нет ничего. И снова заброшенный дом, и снова пустые стены. Жизнь практически застыла в этом доме. Ничего здесь больше нет и, вероятно, никогда не будет. Шкаф с лилиями. Но в одном доме были выбиты окна, разбита печка, взорваны полы, стулья обсыпаны то ли купоросом, то ли синькой, разбитая посуда и дверь выбита вместе с порталом. А эту резную горку подготовили к вывозу, но так и не суждено было ей отсюда уехать. Деталь дореволюционного замка. Кованая. В соседнем селе стояла вот такая полуразрушенная церковь, которую некогда готовили к реставрации, но так дело и не пошло. Старинные двери с выбитыми стеклянными окошечками, поросший кафельный дореволюционный пол и остатки росписи. По всей видимости, в храме некогда располагалась библиотека, которая существовала здесь до конца 20 века. Посмотрите, какое мастерство исполнения фрески. Это явно венецианские художники, но тем не менее находится этот храм далеко в провинции. Этот храм Успения Пресвятой Богородицы построен в 1780 году, два столетия назад. Какой-то заботливый человек даже оставил здесь табличку. А вот пример того, как может не стать дома совсем, полностью. Только одна печка с дымоходами и вьюшками. Пожар случился всего 10-15 лет назад, а выглядит все это место, будто дома их здесь никогда и не было. Обугленная крышка от основания швейной машинки – Подольск. А вот такое поле суревки я повстречал в Межгороде. А теперь к новостям. Грустным или радостным, уж даже не знаю. Но слушайте. Помните дом, в котором я снимал репортаж несколько выпусков назад? По свежей информации, его собираются сносить. Полностью. Вычистили весь яблоневый сад, спилили деревья и подготовили дом к сносу. Вероятно, скоро мы не увидим его, и остатки будут уничтожены. А вот сарай. Кадры из старого выпуска. Ну, сарай и сарай, скажете вы. А вот и нет. Все, что от него осталось, это вот эти руины и труха. Напоследок хочется сказать, что в этом доме проживала бабушка, разводящая коз. Умерла она лет 20 назад. В этом доме я нашел весьма старинную тажерку. И никому я плохо не сделал. Я просто спас старинную вещь от уничтожения. Ведь при обрушении и разборе этого дома абсолютно всем было бы уже все равно. Такая вот грусть-печаль. Ну и ладно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Очень приятно знать и думать, что на русской земле еще остались и не телеистории. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok